Но, кстати, судя по опросу в ЦИОМ, большинство россиян поддерживают конкурс лидеры России. По крайней мере, так считают 82% респондентов, а 79% опрошенных уверены в более быстром продвижении по карьерной лестнице тех, кто участвует в нем. Ирина Шипилова выяснила, что думают о лидерах России тюменцы и как они готовятся к победе. Настойчивость одной из главных качеств предпринимателя. Артем Воробьев во второй раз регистрируется в лидеры России. Ведь какой бизнесмен не мечтает стать топ-менеджером или губернатором? Особенно, когда на пятки в конкурсе наступают 200 тысяч участников. Как настоящего предпринимателя, наверное, эта конкуренция даже заводит. Потому что чем больше конкурс, тем больше ответственности на каждый ответ, который я буду давать при прохождении тестирования. Ну и если все-таки удастся стать лучшим, то это будет соответствующий показатель. Показать себя среди лидеров России решил и Егор Ефимов. Предприниматель открыл первый в Елутеровский кинотеатр. Одним из первых загрузил и видеоролик на сайте конкурса. Не важно, это компания, город. Важно быть эффективным. С помощью этого конкурса я хочу быть полезным для города, для области, для своей страны. И если на конкурсе лучших управленцев выбирают, то здесь готовят. Команда образования, умение презентовать себя и критически мыслить, вести коллектив к цели. Все, что называют сегодня гибкими навыками или soft skills, теперь включено в образовательные программы даже на технических специальностях. Ведь преподаватели тоже участвуют в лидерах России для подготовки востребованных выпускников. Ну, конечно, с точки зрения попробовать свои силы, это очень хорошо, но необходимо еще выбрать для себя ту нужную жилку для того, чтобы наши выпускники все-таки были очень конкурентоспособны на рынке труда. И поэтому мы стараемся все-таки отслеживать этот конкурс, стараемся разбирать на учебно-методических комиссиях те задания для того, чтобы внедрять их в нашу практику образования. Максим Скворцов стал победителем первого конкурса «Лидеры России». Помогли знания в математике, географии, истории, литературе, искусстве и 20-летний опыт управления. Но главным в этом соревновании считает умение быть собой и желание учиться. Знаете, особенность этого конкурса в чем? В нем невозможно проиграть. Да, есть выигрыш определенный, это карьерные перспективы, наставник, миллион рублей, в конце концов, на образование. Но что ты проигрываешь? На конкурс «Лидеры России» уже подано 168 тысяч заявок. 10% из них поступили из Тюменской области. Регистрация на конкурс продлится до 24 октября. Ирина Шипилова, Сергей Жернаков, Тюменское время.